Всем привет, друзья! С вами Юранка и вчера мы с вами, ну либо же просто предыдущий ролик о YouTube, мы с вами разговаривали об авторском праве. Сегодня у нас с вами вновь тема об авторском праве, но в прошлый раз у нас с вами было видео, где я рассказывал о том случае, если вдруг были нарушены наши права через систему Content ID, то есть схожего контента, ну в данном случае это была именно схожесть видеоролика, то есть полностью целиком перезалиты видеоролики. По поводу аудиозаписи мы не коснулись, потому что в моем случае не было каких-то нарушений, связанных именно с аудиозаписи, но сегодня мы с вами поговорим теперь об обратной ситуации, когда мы, уже мы нарушаем чье-то право на авторство, то есть на чье-то авторское право, например, не посягаемся, там специально, намеренно, а случайным образом записывая какой-то летсплейчик, у нас случайно попадается какая-то музыка, песенка, саундтрек, как угодно называйте, из-за совпадения вот этого контента происходит нарушение авторских прав, и в связи с этим не удается монетизировать ролик. Сегодня об этом мы, собственно, с вами и поговорим, как исправить эту ситуацию, что поменять можно, что можно сделать. Предпринять можно, друзья мои, действий, в принципе, очень много, но самый лучший вариант основной, наверное, это стараться как можно тише делать музыку в играх, а лучше вообще ее отключать. Ну, либо же прежде, например, узнавать авторское право, есть ли на эту игру или нет, для того, чтобы понимать, можно ли саундтреки оставлять включенными или нельзя, потому что можно лишиться дохода. Итак, что же, давайте мы с вами глянем и посмотрим, зайдем, значит, у нас с вами менеджер видео. И очень важно, друзья мои, что так как люди сейчас, в особенности, если вдруг кто-то будет перезаливать ролики каких-то популярных блогеров, люди сейчас ищут возможности, дабы заработать денег с чего только угодно, с кого угодно, с чего угодно, при любых обстоятельствах. И поэтому люди реально могут взять, подать просто в суд и все. И дохода можно только так лишиться. Сейчас люди повешены до популярности ему. Совершенно все равно вообще на людей. И люди ради того, чтобы обогатиться, могут вообще делать, творить дела какие угодно. Все, что им вздумается, придет в голову. Мы с вами выбираем, значит, раздел видео на канале, нажимая раздел, значит, менеджер видео. Здесь нажимаем раздел фильтр, выбираем жалобы на нарушение авторских прав. Сейчас у нас с вами откроется список видеороликов, которые у нас с вами есть. Вот. Список видеороликов. И что мы с вами наблюдаем. А мы наблюдаем, друзья мои, с вами такую ситуацию, что у нас недоступна нигде монетизация. За исключением есть момент, где частично получает доход правообладатель. Вот. Доход от рекламы в этом видео делится между вами и другим правообладателем. Есть такая ситуация, как, например, ограниченный доход. Видео не подходит большинству рекламодателей, поэтому в нем либо нет рекламы, либо есть объявления только некоторых брендов. Ролик по-прежнему доступен для просмотра, приносит доход от YouTube премиум. И есть еще самое наихудшее вообще. Вариант это недоступна монетизация. Написано недоступно. Это видео нельзя монетизировать. Каковы на то могут быть причины? Ну, давайте посмотрим. Мы с вами можем нажать на... Должна быть информация. Вот. Жалобы на нарушение авторских прав. Например. Здесь у нас с вами вот такая ситуация может быть. С оранжевым рисунком. С той ситуацией, когда у нас с вами ограничено. То есть монетизация ограничена. Тут написано. Соответствие требованиям рекламодателей. Видео не подходит больше всего рекламодателей, поэтому в нем либо нет рекламы, либо есть объявления только некоторых брендов. Ролик по-прежнему доступен для просмотра. И произойдет доход от YouTube Premium. Можно запросить повторную проверку. Кстати, я вам также продемонстрирую, как это сделать. Скорее всего, также в этом видеоролике. В том случае, если у нас с вами ограниченная монетизация. Далее. Жалобы на нарушение авторских прав. В видео есть чужие материалы, засеченные авторским правом. Его монетизация включена. Получаемый доход делится между вами и другим правообладателем. То есть здесь тоже нам повезло. Правообладатель нам разрешил получать доход, но при этом он делится. То есть часть денежных средств отправляется... Куда? Правильно. Отправляется тому человеку, которому принадлежит авторское право. Наверное, это самый лучший вариант вообще. Самый лучший вариант. Это часть дохода получает правообладатель. Когда в случае нарушения авторских прав, самый лучший доход, самый худший, это когда монетизация выключена вообще. В этом случае, когда монетизация недоступна вообще, мы с вами направляем мышку на жалобы на нарушение авторских прав и нажимаем подробнее. В данном случае у нас с вами открывается вот такое окошко. Например, у меня это было Tekken 7, сюжет сага о семье, Миссима уровень, ну это звездочка, соответствующая сложность была, глава 14, главное в бою. Здесь у нас с вами монетизация недоступна, видео нельзя монетизировать. Самое главное также следить за показателем вот таким, как влияние на канал. Здесь написано, заявка Content ID в отношении видео не повлияла на статус вашего канала. То есть не повлиялось от вашего канала, вы не получили предупреждение о нарушении авторских прав. Самое худшее, что может быть, это когда будет написано, что влияет. Моей практике вот за 5,5 лет на ютюбе была такая ситуация, когда я просто решил залить видеоролик от фильма, отрывок, пародия. В переводе промпта было несколько видеороликов, таких как на Бэтмена, это как она называлась, где вмятина. И это была еще часть, два, по-моему, видеоролика, это было связанных с фильмом Назад Будущие 2, тоже два перевода было промптовских. И там, короче, вообще был заблочен целиком и полностью видеоролик, и даже мне просто влепили заявку на Content ID. То есть это действительно очень важно, чтобы совпадающих каких-то моментов не было в видеороликах. Именно взятые откуда-то вырезанные, что-то типа из каких-то фильмов, особенности, если они длительностью, как правило, например, если секунда, это одно слово, там, или два слова, там, две секунды, три, это одно. Но когда ты целиком полностью заливаешь ролик, YouTube, гуглоботы, так называемые, находят просто схожесть между твоим видеороликом и роликом, которое есть на право, имея это другой человек претендовать. И ты его заливаешь, и после этого проблема. В данном случае что у нас написано? Где обнаружен контент? 4.26, 4.47. Видео нельзя монетизировать доход от рекламы, получает правообладатель. Тут мы можем выбрать действие, правообладателя Namcom Bandai Games Incorporated. Тут мы ничего с вами в этой ситуации не сделаем. Здесь мы что с вами можем сделать? Видео нельзя монетизировать, когда это делается нарушение видео, не повлияло нас от вашего канала, вы не получили предупреждение нарушения авторских прав. Это замечательно, это даже великолепно. Тип заявки. Заявка на видеоконтент. То есть, что мы с вами в данный момент видим? Использованный контент. Т7АКОП, САБТИТЕЛ, ИНГЛИШ. Так. Выбрать действие. Тут у нас есть несколько возможностей оспорить. Если я владею правами на этот контент, то можно нажать оспорить. Я не владею правами на этот контент, я не имею права на него претендовать. Лучше вообще этого не делать. Потому что чревато какими последствиями? Чревато такими последствиями, друзья мои, что если мы будем пытаться доказать права на то, что у нас нет. Ходили слухи когда-то в свое время, что если специально использовать вот это вот оспорить заявку на каждый видеоролик и пытаться доказывать свое право, а при этом, например, права мы не имеем, то есть риск быть целиком и полностью каналом заблокированным. В том числе просто если мы будем выводить Google, YouTube, будем доставать вот этими своими заявками. Ну, как бы, понимая прекрасно, что мы не имеем на это права, а мы будем все равно доказывать свое, то мы можем получить очень сильно. У нас в данном случае, именно в этом видеоролике мы сейчас поговорим о следующем, что делать. Тут есть только возможность вырезать фрагмент. Ну, наверное, самое, как бы это ни было. Лучше, значит, наверное, знаете, что сделать? Лучше реально мы вырежем несколько секунд видеоролика, но при этом у нас будет монетизация, чем мы целиком и полностью вообще откажемся от всей монетизации целиком всего ролика. То есть это, ну, самый лучший вариант, я считаю, именно вырезать несколько секунд какие-то всего лишь... Сколько это получается? Двадцать... Двадцать... Да, слушай, двадцать на секунду, это немало, я бы сказал. Вырезать фрагмент. Мы нажимаем вырезать фрагмент, он автоматически будет вырезан. Вот, здесь у нас, понятно, вы можете вырезать из ролика, фрагмент с какого-то... Тентом, на который была подана заявка. Прежде чем продолжить, еще раз проверьте ролик. Если в фрагменте есть подсказки, рекламные паузы, конечно, заставки, они будут удалены вместе с ним. Мы нажимаем Далее. Обрезать видео. Это может занять некоторое время после того, как видео будет обрезано. Мы обновим ограничения отношения его просмотра и монетизации. Соединяем ограничения их на просмотр и статус сометизации ролика, будет обновлен сразу после обработки изменений. Мы нажимаем «Обрезать». Всё, это самый, ну, наверное, опять же, сравнительно с тем, что какой вариант может быть самым худшим, это самый лучший. Мы вырезали фрагмент всего лишь 20 секунд. Ни минуту, ни две, ни три, а всего лишь 20 секунд. Есть возможность ещё также оставить звук и при этом, например, замазать видеоролик целиком, если, например, это связано с каким-то определённым моментом, где именно заявка происходит, на какой фрагмент. Выполняется обрезка видео. Всё, это происходит в автоматическом режиме, нам стоит столько ждать. Потом автоматически вся эта система будет обновлена. В данном случае, когда ограничено, что здесь делать? Так как эта игра, у нас с вами написано «Мафия 2», то здесь стоит догадываться о том, что ну, так как игра, соответствующая, имеющая какие-то части, например, там, жестокости, там, может быть, там, стрельбы, пальбы, пальбы, ещё чего-то прочего, например, скверных слов, то тут, в принципе, я думаю, нет смысла отправлять на запрос на повторную проверку. Не нужно этого делать, потому что, ну, вряд ли мы что-то отыграем. Вряд ли, маловероятно, очень. Попытка не пытка, конечно, но всё-таки, ну, не будем, не надо. Не имеет смысла. То мы оставляем этот видеоролик в данном случае. Ну, тут я про Far Cry 3, про этот момент, про то изображение, а я вообще молчу. Неадекватного такого формата, да? Далее, DMC, Devil May Cry 8, без глаз, вот, полумеханическая... Прошу прощения, немножечко, прополоскал горло и сразу же в нос, всё это дело вдарило. Devil May Cry, так, DMC, полумеханическая голова, вот, у нас с вами опять здесь тоже недоступно, давайте нажимаем подробнее. Здесь есть вариант, что нам предложат, ой, использованный контент. Это я не понимаю такого языка, я не знаю, что это такое, ребят. Здесь написано тип заявки, опять же, видеоконтент, 5.42, 5.58. Вот так мы можем, например, на вот этом вот индикаторе, значке, тут мы лучше вообще отбавим громкости, вот здесь мы можем посмотреть, какой момент был. Давайте перемотаем на 5.24. Вот здесь, где вот такие вот маленькие квадратики, это и есть то самое место, где был замечен, было замечено сходство с контентом. А, я понял, что это такое. Это была, это, это была вот, получается, анимация. Это была анимация, кстати, это анимация на официальном канале Капкома, по-моему, залито, вот этот вот отрывок. Всё, то есть вот по этот момент это будет, ну вот смотри, по этот момент это будет обрезка. Всё. То есть, под этот момент будет обрезка. На самом деле, немного, но, друзья мои, если у людей, например, у меня-то всего лишь десятки просмотров, а если у кого-то десятки тысяч, десятки, сотни тысяч просмотров, там ситуация будет, ну, намного хуже. Намного хуже. То есть, например, у человека нет возможности монетизировать видеоролик из-за вот такого схожего контента, и всё. Человек получил, получается, что прибыль потерял. Мы нажимаем вырезать фрагмент. Мы нажимаем далее. Далее и обрезать. Всё. Фрагмент будет обрезан на несколько секунд, делается всё автоматически. Ранее всё это нужно было делать вручную, сейчас YouTube уже доработал свою эту систему, и он автоматически видит, с какого момента, по какой у вас был обнаружен схожий контент, и просто автоматически всё это в формате обрезает. Нет нужды даже самому вручную что-то обрезать, вырезать. Что-то было обнаружено, там раз, смотрим так, ага, недоступно, смотрим, что у нас здесь, DMC, Devil May Cry, 7, неспровержение, вот у нас с вами получается, телевизионная башня, по-моему, это телевизионная вышка она мне называлась. Мы проверяем ситуацию та же самая, нажимаем подробнее, то есть всё, вот так вот мы и делаем. 9.11, 9.45. Было замечено схожий контент, скорее всего, здесь тоже какая-то видео-вставка, как я понимаю. паркуром. Так, вот, смотрим, момент, тут у нас с вами загрузка вообще, тут загрузка была, ну, скорее всего, какая-то анимация, нет, вроде здесь не анимация, но в любом случае, то есть часть ролика, она именно на Capcom есть, то есть правовладатель Capcom, тут даже бесполезно что-то доказывать, ребята, даже не надо, а, это лайвстрим вообще, DMC Bob Barbos and Overtum, какой-то геймплей, короче, это, ну, чей-то схожий был видеоролик, когда был какое-то геймплейное видео, какое-то было показано, стримовское, и нам на него заявку кинули, обработка видео, все, то есть вот таким вот образом мы делаем, DMC, в принципе, Devil May Cry, здесь тоже понятная ситуация, в чем здесь дело, так, разрешение, вот, у нас что еще есть, с вами, это Call of Duty, Modern Warfare, Remastered, во, Modern Warfare, понял, жалобы, жалобы на нарушение авторских прав, здесь скорее всего может быть, вот, смотри, а, здесь у нас тоже заявка на видеоконтент, слушай, довольно много здесь, здесь придется обрезать целых полторы минуты, это, кстати, это самый конец, я тоже помню, по-моему, у них вот, Activision Publish and Incorporated, у них на их канале, тоже вот этот вот момент был, то есть это побег с корабля, самый последний, именно конец миссии, тут мы можем только вырезать фрагмент, тут других вариантов, ну, их нет других вариантов, мы только вырезать фрагмент можем, все, да, обрезать целиком, то есть это обрезка, очень много происходит, очень сильно, но, благодаря этому, у нас не будет заявки на Content ID, здесь где-то есть еще были у меня, по-моему, саундтреки, жалобы на нарушение авторских прав, Max Payne 2, вот это вот у нас с вами было, D, L, C, ой, нет, не доелся, это был мод, под названием миссия невыполнима, вот он у нас с вами 8 минут длится, и у нас с вами, вот, недоступно, ты представляешь, 473 просмотра, вот, если посмотреть, то рублей 50, теряем 100 мы с вами потеряли, тип заявки у нас с вами, какой контент, правильно, аудио, на этот раз заявка на аудио контент, тут есть несколько возможностей, вариантов, у нас с вами, провалователи, UMG, провалователи, заявленные от имени компании, Where is Sarah Band Records, End of Day's Main Title, Title или Title, в принципе, не особо важно, Main Title, John DeBney, это, по-моему, музыка, которая была, как раз таки, и записана, и взята, откуда, из миссии невыполнима, как мне лично кажется, ну, здесь у нас есть с вами три варианта, три варианта, уже не вырезать фрагмент, а заменить трек, и удалить трек, что мы выбираем, самый лучший вариант, это выбрать удалить трек, почему, потому что, например, удалить трек, здесь также можно удалить трек, но это не во всех видеороликах предлагается, такой вариант, там, по-моему, даже написано, бета в скобочках, удалить трек, еще есть возможность, но при этом оставить звук, оставить основной контент, и удалить трек, вот, 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 вот она, вот нам предлагают, смотри, как удалить трек, с которым связана заявка, что мы можем выбрать, удалить трек, и другие звуки, фрагмент видео, в котором звучит композиция, будет воспроизводиться без звука, это наиболее быстрое решение, вероятность того, что заявка будет отозвана, выше, чем при втором способе, удалить только трек, это бета, из аудио ряда, Фрагменты будут включены только звуки, связанные с композицией Обычно занимает больше времени Не так надежно, как полное удаление трека Каким образом? То есть часть каких-то моментов музыкальных Просто будет заглушено, как-то удалено Убрано Для того, чтобы хоть как-то сохранить Например, наш голос, чтобы слышно было нас Помимо этого, то есть часть фрагментов Просто где будет замечено все это дело Роботом это все удаляется Это самый лучший вариант, но он не всегда срабатывает Мы нажимаем далее Да, удалить трек Лучше выбрать удалить только трек Если у нас эта система, ситуация не срабатывает Проходит день-два, у нас все равно остается заявка на контент Вот такая же То мы выбираем удалить Мы выбираем удалить трек и другие звуки Ну, самый лучший вариант, чем удалить кусок видео целиком Вот, все У нас происходит обработка видео Мы нажимаем, выжидаем Ситуация в следующем видеоролике Давайте посмотрим Perfect World Mage Frog Movie Это я делал тогда Один человек знакомый делал монтажек И мне его закинул, говорит, закинь на канал Я говорю, окей Тут у нас с вами смотрим Раз, два, три Три, во Ты только представь, три заявки Три Целых три Это Heartquake Сиэна Скайс Бездэй Альбом-версион Эскимо Колбой Скрейп и Блуз Тахли То есть, ты представь, только три контента То есть, человек сделал Это, конечно, прекрасно Что человек сделал Реально, вот мы смотрим С первой секунды по вторую минуту С пятой минуты по восьмую минуту С вторую минуту Двадцать второй секунды по пятую минуту Серьезно? То есть, это все Это только все вырезать А смысл какой В этом видеоролике, не получаясь Его дохода? Ну, убираем удалить трек Удалить только трек Мы убираем Удалить только трек А других звуков, по-моему, нету Там только и было Что аудиозапись Выбираем также со второй Со второй можно ситуацию выбрать Почему со второй нельзя? А, во-во-во Дождите обработки видео То есть, вот так постепенно Ожидать удаления одного трека Потом выбирать обработку второго И потом выбирать обработку третьего Но что, останутся какие-то другие звуки Помимо этого? Ну, маловероятно, конечно же Вот То есть, ты видишь Раз полоса в конце видео Два полоса в середине видео И начало видео То есть, все Целиком все эти три аудиозаписи Которые есть Они будут удалены Это очень важно Для людей, которые делают монтажи То есть, чтобы вы не столкнулись С такой же ситуацией Потому что Заявка на какую-то аудиозапись Которая будет Авторского права Например, UMG Вот ты видишь Air Force One Тут фикс Фикс какой-то Add you for rights holder И вообще Ну, то есть, ты понимаешь Я думаю, теперь о чем речь Что, когда ты делаешь монтажи Будь крайне аккуратен Что Добавив аудиозапись На которой Принадлежит авторское право Какой-то компании Организации То ты просто не сможешь монетизировать видеоролик Вот и все Не можешь показывать его спокойно Пожалуйста, но без монетизации А без монетизации Смысла от него никакого нет Я считаю Мы нажимаем закрыть Ждем обработки этого видеоролика Это уже потом в другой раз Так, тут у нас с вами Отчаянный побег Resident Evil 5 Здесь мы тоже с вами смотрим Нарушение авторских прав Что у нас с вами У нас с вами здесь идет Видеозапись Если бы раньше реально бы YouTube сделал Такую возможность Как Автоматическую вырезку фрагментов Мне приходилось Это делать вручную Мы нажимаем обрезать Нажимаем обрезать Все Все, что нам нужно делать Только ждать теперь Все, остается только ждать Ребята Это все делается в автоматическом режиме Вот здесь я даже пытался Помню в свое время На Silent Hill Это было Как изменить разрешение в игре На широкоформатное Как улучшить графику Кстати, надо было мне Надо бы мне будет Наверное, его переделать Потому что Тут слишком много дизов Хотя нет Лайков-то относительно больше Конечно же Но как бы то ни было Здесь был момент Начало Контента Начало Было Вот этот Вступительный Какой-то был ролик Сейчас я вам его покажу Вот этот момент Вступительный На него заявлено Авторское право Konami Тут даже бесполезно Ребята, бороться Silent Hill 2.001 Sound Isis То есть это вот музыкальный Именно фрагмент Тут был Тут плюс музыка Плюс изображение Само Вступительное Вот это вот Все Все Из-за вот этой вот лажи У меня отключили Этот самый Улучшен Мне Отключили Просто Отключили Монетизацию Я убирал действия Я делал Размытый фон В самом начале И Пытался самостоятельно Бороться Но все это на самом деле Лажа Которая кстати Не оправдалась То есть вот там Моменты Скорее всего Это вот по несколько секунд Может быть там Где тоже Ну Заявка идет Мы нажимаем Обработка Все Обработка Видео Обрезка Видеоролика Тут у нас с вами Такая же ситуация В принципе Это все Похоже Все эти ситуации Очень похожи Друг на дружку Кстати говоря Тут у нас с вами Что Тут у нас с вами Аудиозапись Кстати Очень Очень часто В Hotline Miami Была Игра довольно жестокая Вообще В принципе Я думаю В нее лучше не играть Хоть она и в 8 битке Все равно Она такая Ну Знаешь Еще жестко От нее Так гореть будет Что уго-го Дип кавер Сан эрау Да Это вот Тоже с ней такая ситуация Я когда Первый Hotline Miami Прошел Я везде Обрезку делал Везде Обрезку Видеороликов делал Закрывая Просто Выключая Аудио Было давно Дело Но приходилось Потому что Заявок Просто миллион Приходило На каждый видеоролик Где обнаружат Контант 1402 1434 The Orchard Music Права заявлены от имени Not Not Fun Что мы убираем Мы удаляем Мы нажимаем Удалить Только трек Все Пускай будет обработка Вот Видишь их Вот Изменение не сохранено А причина какая на это Удалить Удалить трек Изменение не сохранено Видишь Опять Срабатывает То что он уже пытался Удалять трек И я пытался Когда это Когда-то это делал Довольно давно И эта ситуация Ну не сработала То есть это было Бесполезно вообще Можно заменить трек Например на какой-то другой Это в принципе Прикольный вариант Но Здесь нужно все это делать Вручную То есть это не в автоматическом режиме Это долгий процесс И Я бы Ну наверное Не рекомендовал Почему Потому что здесь Ну Сказав Честно Здесь просто придется Повозиться С этим Фрагментом И с вот этим Фрагментом То есть как бы В принципе Это можно Вот Например Удалить аудиозапись Мы нажимаем Сохранить Нажимаю Удалить Сохранить То есть через это Миню тоже можно делать Но здесь написано Что не удалось Сохранить изменения В видео Вот Видишь написано Не удалось Верните исходную Звуковую дорожку Или отключите Звук в видео То есть Отключив звук в видео Целиком Эта ситуация Ну не то Что она не справится Она сделает еще хуже Вообще Отключив Звук в видео Целиком Не будет смысла В принципе Поэтому мы нажимаем Вырезать фрагмент Лучше пусть будет так Но это самый То есть видишь Он даже что пишет Он пишет Не удалось Обрезать видео То есть он и в данный момент Написал Потому что он уже пытался Изначально это сделать Один раз И у него ничего не получилось Это ужасно Потому что Например С просмотров Трех тысяч просмотров Из-за недоступности Монетизации Мы просто потеряли доход Все Мы потеряли доход То есть Три тысячи видеороликов Три тысячи Просмотров Это знаешь Сколько Я тебе скажу Сейчас Но это рублей Практически 300 Я вам скажу Мы потеряли Просто дохода Лайки Это все превосходно Это прекрасно Просмотры Тоже превосходно За исключением Вот такого Неприятного Момента Когда я пытался Удалить Здесь вообще Три аудиозаписи Crash Так Дип кавер Санрау Также Сильверлайтс Кокон Кокон Какой-то Не знаю Что здесь делать То же самое Удалять аудиотрек Мы нажимаем Удалить только трек Но он сейчас тоже Скорее всего Эту ситуацию Отбросит Да Не сохранено По причине того Что он уже пытался Это сделать ранее И по всей видимости Повторно Он Ну Эта тема Не работает Повторно Вы уже выбрали действие Я уже выбрал действие Да Я как бы уже нажал Но это бесполезно Оказалось Потом попробуем Еще вариант То есть как вариант Пробовать то и то и то И пробовать и заменять Аудиотрек Пробовать тоже заменять Пробовать удалять трек Пробовать удалять Видеофрагменты То есть подбирайте Ребят Моменты Сами И смотрите Как это все Дело Чтобы вот так вот Оно работало Будет оно работать Не будет оно работать Повезет Не повезет Получится Не получится Тут уж Ну Как будет Так например Вот здесь Кстати здесь по-моему Песня была Сталкер онлайн Здесь знаешь какая песня Была этой Аллы Пугачевой У меня по-моему Эта песня была Там НДА саунд Первое музыкальное издательство Миллион алых роз Да-да-да-да Это была Миллион алых роз Аллы Пугачевой песня Здесь нам Авторское право Прилетело Я помню Это только было Начало Создание моего канала Я записывал это Пять с половиной Лет тому назад Было очень-очень давно И здесь тоже Видишь Потому что я пытался Уже делать Какое-то удаление Оно меня отбросило И Все И только здесь Теперь остается Вариант Попробовать вырезать фрагмент Но так же Вон видишь Написано Не удалось это сделать Можно попробовать Просто знаешь Что сделать Заменить трек То есть Самый худший Самый такой долгий Возможно Неприятный вариант Который Можно вам Ну вот Можно предложить Это просто Заменить аудиотрек Так вот Видишь Написано Даже Что мне Fixed Hard To fix С чего Он раз И ошибка Там мы выбираем Что сделать Заменить Мы смотрим Длительность Длительность У нас составляет Где-то примерно Ооо Три минуты Двадцать секунд Ребята Это долго Ну пускай будет Давай посмотрим Какую-нибудь Аудиозапись На три минуты Lightsgazing Танцевальная Тревожная Ну давай Вот ее добавим В данном случае Нам надо ее Передвинуть Во Видишь Смотри Синим цветом Это означает Что он покрывает Ее Покрывает Во Класс Это означает Что он ее Покрывает Закрывает Целиком Полностью Вот Этот момент Видишь Если мы нажимаем Вот так Красный остается А если мы вот так Вот ее закрываем То получается Синя И все И по сути Мы имеем Возможность Что авторское право У нас не будет На него Действовать А Ну не получилось Да Ну если это я вам Предложил как вариант То есть вот так вот Накладываете Аудиозапись сюда Вот на нее И закрываете ее Путем закрытия Вот этого Сходства С Сведения Дорожки Просто же Закрываете Этот видеоролик Этот Аудиомомент Но при этом Так же голоса вашего Тоже слышно не будет То есть не стоит Рассчитывать на то Что будет слышно голос Нет Голоса тоже слышно не будет Там мы нажимаем Восстановить Исходное видео Видео Подозвращено Восходное состояние Состановим Жалоб Нарушения Атурских прав Изменей Которые внесли Ролик Будут утрачены Либо попробую Знаешь что нажать Восстановить Исходное видео Например Нет Целиком Удалять аудиодорожку Не надо Потому что Иначе Иначе Люди вообще Могут Очень сильно Я думаю Разозлиться Бомбануть И вообще Могут даже Дизов наставить Из-за того что Из-за того что Ничего короче Не будет работать Из-за того что Они просто Так Подосвещение в дедсек Но у нас есть Частичный доход Все В принципе тоже есть 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 То что как бы Можно было сделать Я попытался сделать То что можно было сделать По крайней мере Мы сделали Там где нет возможности Это сделать Но ребят Тут уж Простите Что мы поделаем Ничего мы не поделаем Выбрать действие Тут тоже самое То есть В принципе я вам объяснил Смотрите Теперь давай ситуацию Рассмотрим с другой Немножечко С другой стороны Там где Вот такой вот Желтый значок Ограничено Мы можем нажать В любом случае Нажать на Вот эту штучку Ограничено Вот сюда вот Вот И запросить проверку В разделе ограничения Мы нажимаем сюда Запросить проверку Я считаю Что это видео Соответствует правилам Ютуба Отношения монетизации Вот Вы считаете Что ваше видео Также его значки Не нарушают правила Ютуба Отношения монетизации Запросить проверку Специалистов Так как оно будет проверено Зависит от ряда факторов Нажимаем отправить Все Отправляется видеоролик На проверку Запрос отправлен Как выглядит Удачная проверка Как выглядит сообщение Об удачной проверке На нашей почте Вот так вот оно будет выглядеть Здесь будет написано Здравствуйте Юран Вы проверили ваш ролик и выяснить, что он соответствует требованию рекламодателя. Речь идет о следующем видео. Такой это ролик с уважением, команда YouTube. После этого статус будет переменен на зелененькую штучку. Будет написано «Монетизация включена». Мы можем также открыть раздел «Загрузки». Например, когда нельзя делать монетизацию. Например, ставив ограничение на каком-то том или ином видеоролике 18 лет и старше, у нас действует ограничение. Но реклама не будет показываться вообще, ее не будет просто. То есть, возрастные условия. Но написано еще кое-что, что доход от YouTube Premium будет все равно, даже в случае, если мы ставим 18 лет требования к просмотру видеоролика, доход будет с YouTube Premium все равно идти. Кстати, мало кто им пользуется. Я всего лишь 20 рублей заработал с этого YouTube Premium. Ну, маловероятно, что кто-то сделает такую подписку. Мы смотрим дальше. Вот у нас с вами ограничения. Ну, тут, соответствующая, тут женщина в предрожающем состоянии из паразит Ив. Ну, как женщина относительно. Она, правда, женщина-монстр. Но все-таки, как бы то ни было. Тут изображение такого формата, ну, которое, может быть, ну, рассчитано не совсем такого чего-то, да? Такого правильного. Ну, со стороны, по крайней мере, YouTube-овцев. Все, все остальное включено. Статус везде включена, 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 включена. Везде включена. Везде включено. Все, везде все включено. Везде. Это самое главное проверять. Вот, например, ограничение. Рассуждение на тему поиска второй половинки. Почему ограничение? Потому что стоит метка 18 лет и старше. 18 лет и старше стоит метка. Поэтому она не действует. То есть здесь мы ничего не поменяем. Смотрим дальше. Видишь, ограничений никаких нет. Оп, ограничения. Почему? Не знаю, проповедь. В Библии вроде бы я рассказывал проповедь. В принципе, здесь ничего нет. Мы нажимаем запросить проверку. Да, я считаю, что она соответствует... Здесь я ни о чем таком не говорил. Здесь, тем более, здесь просто картинка. Как бы все нормально. Вот таким вот образом, пролистывая видеоролики... Здесь опять же стоит тоже 18 лет и старше. Я ставил... Нет, тогда попросили метку поставить. Я поставил эту метку. Это было важно. Поставить такую метку, потому что мне попросили это сделать. Ну, Deadly 30, скажу честно. Мне так кажется, что... Хотя, если они другие одобрили, то, может быть, и эту одобрят. Но запросить повторную проверку тоже. Я считаю, да. Я считаю, что все нормально. Так. Хотя весьма странно. Вот с таким вот изображением спецопса TheLine они не одобрили, а все остальное одобрили. То есть, вот такая ситуация, друзья мои, с монетизацией, с частичной монетизацией, с частичным запретом, с разрешением. Как вообще со всеми этими темами делать, чего делать, как бороться и так далее. Я вам показал. Думаю, вы все смогли понять. Если что-то не смогли понять, задавайте вопрос. А если вдруг что-то опять же не смогли понять, смотрите, есть такая вот в правом верхнем углу рисунчик справка. Вы на него нажимаете. Затем нажимаете вот здесь. Нужна дополнительная помощь. И нажимаете службу поддержки авторов YouTube. И да. Нет, подожди. Здесь можно посетить справочный форум. Тоже не то. Подожди. Здесь можно было, по крайней мере, вчера. Я написал запрос. Я написал вчера запрос. Вот, свяжитесь с нами. Вот, свяжитесь с нами. Подождите. Вот, 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 вот. Например, ты нажимаешь. Что тебя интересует? Авторское право. Принцип сообщества правила YouTube. Здесь есть информация. Можно нажать, например, заявки в системе content.id. Ты нажимаешь здесь. Нажимаешь, например, отправить письмо. Вот. Нажимаешь отправить письмо. И вот здесь должен быть сейчас чат. Я, по крайней мере, вчера. Вот. Форума для обращения в службу поддержки. Вот здесь вот после этого у вас откроется чат. Нажимаете отправить, откроется чат. Вот такой вот. Он у меня открыт, а нет, он закрылся. Потому что я обновлял Яндекс.Браузер. То есть, можно также обратиться в чат и по электронной почте задать вопрос самому YouTube. Сам Google написать. Поэтому, друзья мои, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Расскажите друзьям, комментируйте. Я думаю, за 35 минут я вам смог объяснить, как бороться со всеми вот этими авторскими правами, нарушениями, что делать, как делать. В самом худшем случае, наверное, но, хотя я бы не рекомендовал, можно удалить видеоролик. Но это самый худший вариант. Либо же, если у вас остался оригинал этого ролика, через, знаете что, через какое-нибудь монтажное приложение, просто этот момент вырежете. Если это видеофрагмент, вырежете видеофрагмент. Если это аудиофрагмент, вырежете аудио. Например, просто его закрыв. Если обработка не получилась, не удалась через вот этот вот ютубовскую систему сделать, обработать, делаете при помощи программы, обрабатываете, и просто его перезаливаете. Удаляете этот видеоролик и перезалили. Все. И после этого удовольствуйтесь, радуйтесь, наслаждайтесь, и все у вас будет четко работать. И монетизация будет включена. Так что все классно. На этом все. Всем Божьи благословения. Храни вас Господь. Большое спасибо за просмотр. И помните самое главное, что невозможно служить одновременно двум Господам, как сказал Иисус. Не можете служить одновременно Господу и Мамоне, ибо одному будете усердствовать, а второму не родить. Всем удачи. Всего доброго. Храни вас Бог. Аминь. С вами был ваш Юранко. С любовью от меня и Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.